привет друзья здесь немецкого юрий сейчас время крайне неспокойное люди очень сильно беспокоиться по разным поводам которые живут в россии вот и многие думают чуть делать дальше то я вчера смотрел интервью с деканом экономики мгу александром аузаном очень интересное интервью его два раза прослушал там больше двух часов ну он сказал очень важные какие-то вещи очень важные он говорит что надо думать большими дистанциями то есть мы никогда не можем знать что будет вот буквально завтра там или даже даже через год буквально да то есть мы не можем предсказать но мы хорошо можем предсказать сказал он что будет там лет через 10 20 и так далее и если мы думаем такими большими горизонтами то вот люди которые думают таким были лишь большими горизонтами как раз и лучше всего оказывается приспособленными что я имею в виду смотрите вот многие люди сейчас спрашивают вот ну жили же хорошо все хорошо и тут вдруг раз и все и на тебе значит никогда такого не было из и вот опять ну кто бы мог подумать еще там лет пять шесть назад скажем что будет вот то что происходит сейчас что люди думают что делать куда куда бежать и вообще вообще как жить и люди не готовы к этому понимаете как можно было к этому приготовиться но лучше всего наверно к этому приготовлю подготовлены все-таки люди которые им обладают ну мышлением предпринимателя предприниматели это люди которые привыкли привыкли к тому что жизнь нестабильна вот что главное качество то есть люди которые занимаются предпринимательством они понимают что жизнь нестабильна что они рискуют постоянно, что они постоянно рискуют что-то потерять, рискуют разориться буквально. Обычных людей это страшит. Но на больших дистанциях всегда получается, что если посмотреть, например, да, люди, которые занимаются предпринимательством, и люди, которые не занимаются предпринимательством, которые хотят, чтобы все было всегда стабильно, чтобы всегда было известно, сколько я получу завтра зарплаты, то есть и так далее. То есть ты мне скажи точно, чтобы я рассчитывал, сколько будет зарплаты в месяц. То есть большинство людей хотят работать за оклад. Так вот, друзья мои, по результатам, вы не найдете среди богатых людей ни одного человека, наверное, который работает за оклад. Вот ни одного, который работает на бюджете, ходит с 9 до 17, ну, грубо говоря, и, ну, так, чтобы совсем богато и такого не бывает. Но это надо быть очень хорошим специалистом. Вот. А большинство сейчас вот страдают и думают, что же делать? Причем люди, которые так страдают сейчас, да, чем они занимались? Они, ну, как бы зарабатывали деньги и тут же их тратили, причем хочется-то побольше. И я смотрю, люди ездят на хороших машинах, на очень хороших машинах. живут в квартирах, но все это в кредит. Потому что люди думают, что если я сейчас хорошо живу, то, значит, и дальше будет хорошо. И вот оно, на тебе случилось. Сейчас люди в ужасе думают, многие там, типа, бежать не бежать, вот, убегать, не убегать, там, мобилизации и так далее, воевать-то мало желающих. Вот. А куда ты убежишь? Если у тебя, как бы, жить, для того, чтобы куда-то убежать, надо там жить. А там нет источников дохода, к которым вы привыкли. У вас есть машина, но она куплена в кредит. У вас есть квартира, но она в ипотеке, а денег-то нет. И поэтому получается, что вы находитесь в ловушке. И наоборот, предприниматель, когда он занимается своим предпринимательством, он всегда понимает, что это не навсегда. То, что вот, например, я зарабатываю деньги, я понимаю, что сейчас я зарабатываю, а завтра этих денег может не быть. И поэтому, если я зарабатываю достаточно много, то я всегда откладываю. И получается, смотрите, вот, я зарабатываю много, да, а вот вы мало, да? Вот. Кто живет лучше, я или вы? Так я трачу примерно столько же, сколько вы, даже меньше. А вот то, что лишнее, я беру и откладываю куда-то там, куда-то там, понимаете? И на эти деньги, которые отложены, я накапливаю, либо я развиваю бизнес, который увеличивается и который дает мне больше доход, либо я, ну, просто откладываю на будущее. Но потом, значит, внезапно у меня возникает, например, такой случай, у каждого предпринимателя такой возникает, там, бамс, и там вниз, в убытке, в минус, хороший минус бывает. За счет чего предприниматель живет в это время? А за счет того, что он отложил. И если мы вот смотрим вот так, скажем, вот доход ваш, например, да, вот, и доход предпринимателя, он вот такой, но, он бывает и вот такой, но в среднем он лучше. Что я имею в виду и к чему я кланю? Смотрите, ну, вот сейчас, например, вот, я не скрываю, что я хочу, ну, я уже трудился всю жизнь, в общем-то, сказать, там, предпринимателем был, и сейчас я хочу, ну, поехать отдохнуть, там, ну, полгодика, скажем так, в Южную Америку. Почему на полгодика? Да потому что туда просто билеты стоят дорого, а не потому что я хочу убежать куда-то. Во-первых, туда билеты стоят дорого, а во-вторых, значит, там работают все сервисы, которые помогают мне зарабатывать деньги, вот, которые у нас в России сейчас запрещены, вот, и, соответственно, я, сейчас у меня, не скрою, доходы сильно уменьшились, и поэтому надо ехать туда, чтобы, ну, как-то восстанавливать доходы, пытаться, по крайней мере, это сделать, во-первых, во-вторых, посмотреть много чего интересного, ну, и так далее, и тому подобное. Вот, смотрите, ну, вот пример простой, как можно зарабатывать, зарабатывать, находясь где угодно, в том числе за границей. Смотрите, вот, сейчас я вам покажу способ, как можно зарабатывать деньги, находясь просто вот, ну, в любом месте, вообще ничего не мешает это делать, я уже пробовал, вот, находясь в любом месте, хоть за границей, хоть где угодно, но для этого нужны деньги. Смотрите, вот результат за, мой результат за один месяц, за март месяц, за прошедший всего лишь, и, ну, как бы, неплохая сумма получилась. Вот, ну, как неплохая, относительно, конечно, тут деньги жалкие. Вот, смотрите, 7 марта я пополняю брокерский счет на 500 тысяч рублей. И, ну, тут же покупаю валюту, значит, комиссия на покупку валюту идет, потом идет комиссия за хранение валюты. Для чего я покупал валюту? Для того, чтобы купить одну облигацию, РУС-28. А деньги, которые я сюда завожу, я вывел их из брокера ВТБ инвестиций, просто я перехожу к другому брокеру. Вот, соответственно, смотрите, 7-го там, ну, дальше 8-е, 9-е, 10-е, понимаете, это выходные, значит, 11-е, 12-е марта я пытаюсь купить эту облигацию по хорошей цене, потом я ее покупаю, вот, 14-е, и комиссия за хранение валюты уже перестает браться, видите, да? Вот, дальше я еще 170 тысяч перевожу на брокерский счет. Итого у меня 670 тысяч, ну, это внутри счета я там перевожу деньги какие-то, комиссия, биржевые сборы. Дальше я уже здесь начинаю торговать на срочном рынке. И еще 22-го марта я пополняю счет еще на 330 тысяч рублей. Теперь смотрите, считаем, 330 тысяч я пополнил 22-го марта, 14-го марта 170 тысяч, 330 плюс 170 это 500 тысяч и 500 тысяч 7-го марта. Видите, да? То есть я на миллион рублей пополнил в течение месяца, из них там 330 тысяч уже ближе к концу месяца. Стоимость портфеля в рублях на настоящий момент 1 миллион 35 тысяч рублей, 520, 1 миллион 35 тысяч 527 рублей. Ну, вы видите, что за это время мне удалось заработать 35 тысяч 500 рублей с лишним, всего лишь имея на счете там, ну, в среднем 670 тысяч рублей. Для того, чтобы это сделать, заработать вот эти 35 тысяч, не надо ходить на работу никуда. Это из дома. Все, что нужно, это компьютер и интернет. Вот вам, пожалуйста, заработок в интернете. Это не единственный мой счет. Не единственный. Я еще буду зарабатывать, еще дальше буду. Да, была хорошая конъюнктура, да, так сказать, там все росло, но вот так получилось удачно. Смотрите состав счета, позиции. Что я купил? Ну, сначала я уже говорил, купил я вот эту облигацию Россия-28, вот она. Я про нее рассказывал много раз уже, Россия-28, что такое. Она дает минимальный доход, но зато этот доход не облагается никакими налогами, причем на курсовую стоимость тоже нет налога. То есть Россия-28. Эта облигация будет погашена в 28-м году. Все. И более того, когда она будет погашена, это позволит мне списать даже много из моих прибылей. Почему? Потому что сейчас она продается, видите, 132 пункта. Что это такое? Это 132% от номинала. Она будет погашена за 100% от номинала. То есть у меня будет минус 32%. Формально. То есть будет списана разница в 30%. Понимаете, да? То есть 300 долларов будет списано в качестве убытков. И эта облигация, почему она такая дорогая? Потому что она дает доходность. 12,75% годовых – это купонная доходность по отношению к номиналу. То есть смотрите, сейчас, пока эта облигация не погашена, я получаю каждые полгода 67,5 долларов. Каждые полгода. То есть это немыслимая доходность, соответственно, к номиналу. Но при этом 135% к номиналу ее стоимость. Вот. То есть формально она будет в убытках, но сейчас я получаю регулярные доходы по этой облигации. Вот. Что дальше? Ну, дальше я купил еще одну облигацию. Газпром Капитал. То же самое. То есть это облигация в долларах. Вернее, она в рублях покупается. Это замещающая облигация. Но пересчеты на доллары. Вот. Ну, здесь уже все не так. Здесь она стоит примерно 100% от номинала. Примерно 100% от номинала дает... Ой, даже 86% от номинала. 86% от номинала. Давайте посмотрим, что это такое. Это замещающие облигации. Так. Информация по инструменту. 3,029. У нее погашение в 29-м году. То есть она на год позже с погашением. Поэтому у нее наоборот как раз. Это длинная облигация. В 29-м году погашение. Ну, относительно длинная. Поэтому она даст прибыль. Вот. Она будет погашена по 100% от номинала. А сейчас 86%. То есть она даст дополнительную доходность. Сколько там? 14-13%. На текущий момент доходность будет плюс к тому, что сейчас есть. И плюс она дает доходность. Какую там купонную? Я не знаю, тут видно или нет. Нет, она не видна здесь. Ну, где-то там 5% доходность годовых в валюте. Понимаете, да? В пересчете на рубли. Вот. Теперь я купил Яндекс. Давайте посмотрим, что у меня с Яндексом получилось. А с Яндексом у меня получилось следующее. Сейчас я график немножечко другой. Вот такой график ведем. Вот. По дням. Вот здесь я купил Яндекс. Видите, он вырос. Видите? Вот. Почему я купил здесь Яндекс? Да потому что я просто деньги перевел. Я на том счете продал. У меня было на том счете в ЭТБ инвестициях Яндекса много. Я его продавал там и покупал здесь. То есть там я тоже получил прибыль. Но там я, когда продал, я заплатил подоходный налог при выводе. Здесь, вот за это время, с 12 марта, Яндекс вырос на 14,5%. Видите, да? Вот он. 14,5%. Нормальная сумма. Вот. Так, сейчас я немножечко дышать. Вот так вот. Понимаете, да? Я вот где-то здесь его продал. Короче говоря, нормально. Вот. Что у меня дальше? Дальше транснефть. Транснефть я вот здесь купил. Ну, сейчас она здесь. В общем, она не поднялась никак. Транснефть я покупал акции. Транснефть. Видите, по рекомендации БКС они говорят, что есть там потенциал роста. Но пока этот потенциал не реализовался. ТКС Холдинг. Тоже купил совсем недавно. Вот совсем недавно. Ну, чуть-чуть он подрос. Ну, в общем, это Тинькофф кредитная система. Что у меня дальше? Сбербанк. Давайте смотрим Сбербанк. Сбербанк с момента покупки, ну, он не вырос вообще, можно сказать. Вот. Даже упал. Позитив. Группа Позитив. Это IT-компания российская. Наша российская IT-компания, она выросла. Причем она растет, я вам сейчас покажу, она растет давно. Я ее не покупал. Ее настоятельно мне рекомендовали купить, но я ее не покупал. Сейчас я ее купил. Позитив. Ну, она растет очень давно. Но, вот, она растет, вот, смотрите, с декабря 23-го года она растет. Вот. Ну, за это время она уже выросла, смотрите, насколько. Ну, вот, с декабря, если смотреть, да. Вот, с января за год она выросла на 33%. Блин, мотоциклист. Так. А у меня она выросла не так сильно, конечно, на 10%. Ну, тоже хорошо. Вот. Что дальше? Позитив. Давайте смотрим дальше. Мосбиржа. Мосбиржа, вот, я здесь купил. Она сколько тут? Не росла какое-то время, несколько дней. Потом выросла. Мосбиржа. Тоже, ну, как бы, я посмотрел, решил купить Мосбиржу. Следующая позиция ГМК Норникель. Вот он, ГМК Норникель. ГМК Норникель в последнее время падал, 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 падал. Он у меня на том счете был, в ВТБ инвестициях. Я его продал там. Вот здесь смотрю, думаю, ну, не буду торопиться с покупкой. Но потом смотрю, вот он падал, падал, и вроде бы уперся. Все начинает расти, и я решил, что я куплю ГМК Норникель. На минимумах. Надеюсь очень, что он, вот, ну, по крайней мере, вот сюда, вот он вырастет. До 16200, точно должен вырасти. Ну, я на это рассчитываю просто. Ну, вот, как вы считаете, я не знаю. Еще один момент, я купил золото. Сначала я купил... Так, золото уже надо смотреть не здесь. А вот здесь. Вот. Сначала я купил вот здесь 5 грамм золота, а потом еще 5 грамм золота вот здесь. Почему? Потому что, ну, золото растет. Я там в ВТБ инвестициях продавал золото, здесь покупал золото. То есть я переводил деньги из ВТБ инвестиций сюда. Соответственно, ну, они там у меня были куплены по 5600 где-то вот здесь. Вот они были куплены. Вот. Просто я там продал, здесь купил, а они дальше продолжают расти. Все хорошо. Вот. Но к золоту я решил купить еще и серебро, потому что, смотрите, золото сейчас растет интенсивно. А что с серебром? Давайте посмотрим. А с серебром следующее. А серебро никак не росло, не росло, потом выросло. Потом, смотрите, опять не растет. И, ну, я смотрю, вот, ну, Коган сказал, говорит, что-то как-то серебро не росло. Золото выросло, а серебро нет. Говорит, ну, блин, не может оно не вырасти. Наверное, вырастет. Я купил тоже серебра, килограммчик. Вот. Вы видите, да? Сейчас, где тут серебро у меня. Да, килограммчик. Килограмм серебра я купил. Соответственно, смотрим. Вот оно подросло серебро. Почти на 6%. И купил я этот килограммчик. Сейчас вам покажу, когда. Сейчас я вам покажу, когда. 25 марта. Совсем-то ничего. 25 марта купил, получил вот такую прибыль. 6%. Итого, смотрите, итого получается 35% от вложенных средств. Ну, в общем, от миллиона. Миллион я вкладывал в течение месяца, как вы видели там. Блин. Мотоциклисты ездят под окном. Миллион я вкладывал в течение месяца, получил 35 тысяч рублей. То есть, нетрудно посчитать, что это 3,5% за месяц от вложенных средств. Получена неплохая сумма, 35 тысяч. Это добавка, скажем так, к пенсии и так далее. Можно ли на эти деньги прожить? Наверное, нет. Но если бы было, например, 5 миллионов вложено, то 35 умножить на 5, то 150 тысяч, там 160 где-то, уже вполне можно прожить на эти деньги. То есть, как бы, если совсем уже ничего не осталось, вот вообще ничего, голодаем, то мы можем вывести эти деньги и вполне себе спокойно продолжать жить на эти деньги. Вот так. Поэтому я вкладываю именно в фондовый рынок, там на брокерский счет. Ну, соответственно, основная, так сказать, доля прибыли у меня получена, или там большая доля прибыли на срочном рынке, это фьючерсы на то же самое. Фьючерсы, вот они, Рим 4, вот он фьючерс. Ну, посмотрите, здесь я активно торговал фьючерсами, вот этими. Активно торговал, покупал, продавал, покупал, продавал, покупал, продавал. Почему? Потому что фьючерсы, они для того и сделаны, чтобы торговать, покупать, продавать, покупать, продавать. Вот, соответственно, поэтому я их покупал, продавал, покупал, продавал. Почему фьючерсы такой оригинальный РТС-6? Да потому что комиссия там достаточно высокая, 3 рубля за один контракт, А самый дорогой контракт это фьючерс на РТС. Поэтому эти 3 рубля размазываются, я покупаю актив на 100 тысяч рублей с лишним. И соответственно за сделку в 100 тысяч рублей я плачу 3 рубля комиссию фиксированную. Если эта сделка будет примерно на доллары, то 1000 долларов это 68 тысяч, а здесь 100 тысяч, ну просто подороже соответственно сумма сделки. Многие торгуют долларами, но здесь комплексный инструмент, потому что это индекс российской биржи, выраженный в долларах. То есть если акции растут, а доллар например рубль укрепляется, то индекс РТС растет. Вот так. Ну и наоборот. Поэтому соответственно здесь можно заработать, во-первых. А во-вторых, когда акции падают, то заработать можно, компенсировать эти убытки от падения акций именно на индекс РТС. То есть смотрите, акции падают, да? Что происходит, когда акции падают? Доллар растет. А доллар растет, соответственно индекс РТС падает с двойной скоростью. Вот я его продаю. Здесь нет кредита на продажу на срочном рынке, это известный факт. Вот. И поэтому, значит, акции падают, а я на шортах, на рынке РТС зарабатываю, на срочном рынке. Это как инструмент хеджирования надо использовать, срочный рынок. Он для этого, собственно, и существует. И в ближайшее время я хочу снова заняться опционами. Вот. Поэтому, вот, ну как бы как способ, как зарабатывать, когда вы уехали, пожалуйста, вот он способ, как зарабатывать. Поэтому, несмотря ни на что, я сейчас собираюсь уехать, вот уже планирую поездку. Ну, кажется уже, в общем сказать, маршрут складывается уже. Наверное, мы полетим на Кубу, в Гавану. Вот. Проведем там несколько дней, посмотрим, как там все акклиматизируется. Ну, не акклиматизируемся ко времени, привыкнем местному, значит, там перепад во времени 8 часов между нами и Кубой. Посмотрим на Кубу. Я ни разу не был в Кубе. То есть я вам буду снимать видео на своем канале про путешествия и про Кубу. Из Кубы мы полетим в Перу, в столицу Перу, Лима. Я сейчас спросил там в чате у людей, говорю, можно что-то в Лиме посмотреть? Они говорят, да, там много чего можно посмотреть, поэтому Лима, пожалуйста, это берег Тихого океана, пальмы, так сказать, цветы и все прочее. Ну, посмотрим, что там в Лиме находится. Тоже дня три проведем в Лиме, ну, а потом уже полетим в Эквадор. Вот. И в Эквадоре, ну, там уже достаточно долго пробудем. Вот. И уже как-то, ну, будем налаживать какие-то взаимосвязи с миром, ну, в смысле, там, регистрироваться во всяких гуглах, там, инстаграмах, фейсбуках, запрещенных в России, и развивать свой бизнес, в том числе и на канале про путешествия. Так что ничего не меняется, все хорошо, а для того, чтобы все было хорошо, надо иметь всегда, ну, у себя за плечами, там, запас какой-то, который всегда поможет в трудные моменты. Для этого открываем брокерский счет. Прямо сейчас вы увидите, вы видите штрих-код, ссылку там и так далее. В описании тоже будет там ссылочка, как открыть брокерский счет. И, собственно говоря, открываете и начинаете работать. Вот. Если вы ничего в этом не понимаете, пожалуйста, у меня есть курс «Биржа для чайников» и курс по опционам. То есть, если вы хотите заняться фьючерсами, я вам могу объяснить, как это делать. Там курс уже записанный, хороший. Это седьмая версия этого курса, которую я проводил вживую. Она получилась самая-самая лучшая, поэтому просто вот совершенству нет пределов. Там сумма небольшая, совершенно символическая. Там зарабатываете и зарабатываете. А на сегодня все. Лайк, подписка. До встречи. С вами был Демятков Юрий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok